Закаляться и практиковать купание в ледяной воде начал еще с детства, рассказывает Сергей Трифонов. Иногда приходилось нырять даже в минус 45. Эпатажный самарский блогер, более известный как Серж Морж, уверен, такие водные процедуры укрепляют здоровье. Особенное значение купанием в ледяной воде Сергей придает в Крещенскую ночь. Говорит, можно не только поправить здоровье, но и очиститься, буквально начать жизнь с чистого листа. Блогер не только сам практикует моржевание, но и обучает других. В этом году крещенские купания в Самаре традиционно прошли на полевом спуске. Ранее администрация города совместно с МЧС организовали здесь волжскую купель. Установили палатки для переодевания и обогрева, а также навес с горячим чаем. Недалеко от берега дежурили спасатели и врачи. Уже к 8 часам вечера на набережную начали приходить желающие окунуться. Эта купель стала единственной в городе. Как отметили сотрудники МЧС, практика показала, одной вполне достаточно. Это все-таки набережная, к которой мы привыкли. Территория достаточно обширная и все настолько грамотно и правильно выстроено и расставлено, что, еще раз повторю, здесь нет ни очередей, ничего. Любое количество граждан, желающих окунуться, приезжает и в максимально комфортных и безопасных условиях производит помывание в праздник Господний. Традиция окунаться в прорубь на крещение укоренилась в последние десятилетия и стала народной. Однако, как отмечают священнослужители, она не имеет прямого отношения к празднику Крещения Господня. В этот день церковные отношения к воде действительно особенные, но в ней не купались, а лишь собирали для питья и окропления. Лет 100-200 назад, чтобы воды набрать в этот праздник, а воду хотели набрать всегда, это точно нужно рубить в прорубь. И традиция рубить в прорубь, очень древняя русская традиция, но ее рубили для того, чтобы осветить и набрать. Про купание мы узнаем достаточно поздно, и отношение к нему было такое. Ну, то есть такая народная забава. Более того, если человек, скажем так, все правильно понимающий, благочестивый христианин хочет все-таки не только пить эту воду, но и окунаться, в принципе, ему никто не запрещает. Помимо купаний на крещение, во всех храмах Самары прошли традиционные службы. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.